Назначил столько анализов. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Конечно, Центр лабораторной медицины Биолайн. Биолайн осуществляет более 700 видов исследований и выполняет анализы любых биологических материалов. Ума не приложу. И когда все это делать? Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 50 пунктов лабораторий по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. 071-306-59-60. 099-11-99-690. 062-207-40-50. Я приветствую всех. Очень, кстати, непривычно во вторник мне говорить о том, что в эфире самая здоровая программа. Но, тем не менее, так и есть. Вам не послышалось. Самая здоровая программа уже в эфире. Я и ведущая Владислава Витковская готова представить нашего сегодняшнего гостя. А это, между прочим, Лагунов Петр, врач-дерматолог-онколог. Здравствуйте. Здравствуйте, Влада. Перед тем, как начать нашу сегодняшнюю беседу, хочу напомнить, что партнер самой здоровой программы Центр лабораторной медицины Биолайн. Биолайн-лидер на лабораторном рынке Донбасса. Так как я представила сегодняшнего нашего уже гостя, можно было из этого понять, о чем сегодня пойдет речь. Но, тем не менее, я немножечко все же объясню. Сегодня мы поговорим о наших родинках, о доброкачественных родинках, о злокачественных, о том, что могут нести за собой злокачественные родинки, и еще разберем много других вопросов. Ну, собственно, начну с чего? С того, что, когда готовилась к интервью, охватил меня страх, потому что узнала, что каждый день нужно осматривать на себе родинки. Это так? Ну, на самом деле, это, наверное, будет слишком каждый день. Достаточно осматривать свои новообразования хотя бы раз в три месяца, либо полгода. Если у врача при осмотре, когда вы обращаетесь уже в клинику, возникают вопросы, то вам обозначат те образования, которые представляют наибольшую опасность, и на них стоит обратить более пристальное внимание. Но их осматривать можно самостоятельно, либо же только здесь с помощью специалиста нужно проводить данную процедуру? Ну, квалифицированный осмотр действительно проводится только при помощи специальной аппаратуры специалистам, либо дерматологам, либо онкологам. А самосмотр может позволить вам выявить образование те, которые необходимо показать. То есть это действительно эффективно и качественно. Что должно измениться в родинке, чтобы человек заметил изменения? Существует несколько шкал, которые названы аббревиатурой из первых букв, признаков, например, фигаро или АБЦД. Фигаро – это форма, размер, границы, окрас, и все это примерно за единицу времени. То есть нормальная родинка должна быть симметричной по двум осям перпендикулярным, она должна иметь примерно равномерный окрас, не иметь резких перепадов цвета, края должны быть четкие, не размытые, не разъеденные, и размером до полусантиметра. Хотя существуют врожденные новообразования, которые более могут быть 50 квадратных сантиметров, они не являются опасными, но являются тем, что в дальнейшем может превратиться в злокачественную опухоль. Но из-за чего вообще происходят эти изменения? Ну, как и вся, наверное, онкология, в первую очередь, это генетически детерминированное состояние, то есть это то, что связано с генетикой, это то, что передается по наследству, либо связано с мутацией генов. В первую очередь, что касается родинок, это воздействие ультрафиолетового излучения, это хроническая механическая травма и воздействие различных химических агентов, различных растворителей, кислот, щелочей и так далее и тому подобное, то, что как раз может быть связано с сотрудниками различных промышленных предприятий, которые есть на территории Китайской области. Если речь идет все же о осмотре собственных родинок, как правильно нужно осматривать кожу самостоятельно? Ну, то, что возможно посмотреть без дополнительных каких-либо условий, это руки, ноги самостоятельно человек осматривает, после этого применяется либо одно зеркало, либо система зеркал, то есть большое зеркало и маленькое зеркальце для осмотра более пристального стоп, для осмотра на спине, то есть отражение, рефлекция зеркала в зеркале, и при осмотре волосистой части головы лучше либо попросить кого-то помочь, либо для осмотра использовать расческу и фен. Если все же мы собрались идти к специалисту, то какого специалиста мы должны выбрать в сфере какой области? Вы можете обратиться даже к банальному семейному врачу, либо терапевту. Он направит, да? Или он может тоже сделать осмотр? Нет, он осмотр драматоскопически не смотрит, не сможет сделать, это специализированное оборудование, плюс это не совсем все врачи этой методикой владеют, то есть дополнительные курицы проходятся для этого. А все занимаются диагностикой, в первую очередь, драматологи и онкологи. Я знаю, что в Германии семейные врачи обращают внимание на родинки пациентов, которые к ним обращаются за помощью, и в случае чего направляют их на дополнительное обследование. Вот за все время, которое я ходила к специалистам, такого не наблюдалось. Либо же у нас возможно то, что педиатры, либо семейные врачи могут направить? Ну, в целом вы правы, однако уже несколько лет, последние лет пять проводится программа по образованию врачей общей практики. Сотрудники, например, Республиканского онкоцентра выезжают с лекциями, показывают слайды различные, рассказывают, объясняют. В принципе, процент направленных врачами просто с приема, он действительно увеличивается, это здорово. Я вам больше скажу, что в Великобритании, например, даже медсестры проводят драматоскопию. То есть это рутинный метод. Да, это, конечно, не осмотр полноценный, но она хотя бы может исправить плохо или хорошо. Вообще, насколько наш климат способствует развитию меланомы? Ну, способствует еще и как, потому что количество солнечных дней довольно-таки большое. Да, это не Австралия, это не Африка. Не стоит забывать о том, что у нас большое количество водоемов в летний период, на которых люди отдыхают, загорают, купаются, и есть морское побережье, потому как бы климат здесь способствует. Ну, а есть ответ на вопрос, почему же количество заболеваемых с каждым годом все растет и растет? Кстати, вообще я не спросила, не задавала вопрос этот вначале, действительно ли имеется рост? Ну, рост имеется во всей онкопатологии, причем во всем мире. Возможно, это связано не столько с самим ростом, сколько с более развитой системой диагностики, и то, что раньше не обнаруживали, обнаруживают. Это раз. К сожалению, промышленное производство очень сильно влияет на развитие онкологических заболеваний вследствие того, что то, что это находится в городской черте, и не только у нас, тоже хорошего ничего не делает. Это все химические агенты, которые приводят к тем самым мутациям, о которых мы с вами говорили. Как вы сегодня уже говорили, что один из главных факторов риска возникновения меланомы, это ультрафиолетовые лучи. Вот возникает вопрос, эффективны ли различные солнцезащитные кремы? Эффективны. Смысл в том, что ультрафиолет, он не всегда делает плохо, но он снижает местный и общий иммунитет, потому, в том числе и противоопухолевый. И существующие новообразования начинают расти в размере. Нормальной реакцией организма на воздействие ультрафиолета является загар. В том числе и увеличение количества родинок. Родинки – это пигментное образование, которое генерирует тоже пигмент, как и загар. Вот только там отдельные клетки, а загар – это просто свободно лежащий пигмент в коже. Фотозащитные средства действительно – это эффективный способ профилактики. Но вот сейчас лето, полноценно от солнца спрятаться будет практически невозможно, особенно если речь пойдет об отдыхе. То есть, вот как быть тем, кто едет отдыхать? Лучше вообще не загорать? Ну, к сожалению, вряд ли это возможно вообще не загорать, но стоит помнить о том, что особенно это касается маленьких деток до 5 лет, это очень важно. До 10 часов и после 4 вечера находиться на пляже в период активного солнца не стоит этого делать. При купании стоит перед и после купания наносить фотозащитные средства и сидеть в тени, либо под зонтиком. Ну что ж, надеюсь, кто-то обязательно прислушивается к этому совету. Честно скажу, мне очень трудно, потому что я загорать очень сильно люблю. Но сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу, небольшую, короткую, после которой вернемся и продолжим вести беседу о наших родинках, поговорим, какие родинки злокачественные, какие доброкачественные и обсудим еще некоторые вопросы. Сегодня у нас в гостях врач-дерматолог-онколог Лагунов Петр. Вернемся через несколько минут. Что-то мне не здоровится. Не знаю, что и делать. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Что-то мне не здоровится. Ты прекращай слушать предни мне, кроме тебя, никого не надо. У нас впереди семья и дети. Быть рядом с тобой для меня награда. Лишь для тебя я основа, я герой. Я лишь тебе посвящаю песни. Лишь для тебя я одной. Я крутой тебя люблю я, но хоть ты тресни. Не без тебя как-то очень грустно, и кроме тебя Скоро домой, а в квартире пусто. Слово прощай, на стекле помадой. Лишь для тебя я одной. Я герой, я лишь тебе посвящаю песни. Лишь для тебя я одной. Я крутой тебя люблю я, но хоть ты тресни. Не касаясь, я обниму тебя взглядом, как тебе это показать. Цепенею находясь с тобой рядом, на словах не описать. Лишь для тебя я одной. Я герой, я лишь тебе посвящаю песни. Лишь для тебя я одной. Я герой, я лишь тебе посвящаю песни. Лишь для тебя я одной. Я крутой тебя люблю я, но хоть ты тресни. Доктор назначил столько анализов. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Конечно, центр лабораторной медицины Биолайн. Биолайн осуществляет более 700 видов исследований и выполняет анализы любых биологических материалов. Ума не приложу. И когда все это делать? Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 50 пунктов лабораторий по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн, будь уверен, что здоров. 071 306 59 60 099 11 99 690 062 207 40 50 Что-то мне не здоровится. Не знаю, что и делать. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Ну что ж, мы снова в эфире. Продолжаем нашу самую здоровую программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Халагунов Петр, врач-дерматолог-онколог. Мы сегодня говорим на такие темы, как меланома, родинки и вот все, что касается этой темы. Сейчас остановились на теме загара и выяснили, что этим не стоит преусердствовать. Но, тем не менее, хочется задать вопрос. Интересно, что несмотря на вред ультрафиолета, загар вообще хорошо помогает при псориазе. Вот как быть? Да, это факт. И в современных гайдах по лечению псориаза действительно используют ультрафиолет, но только и селективный спектр его ультрафиолет B311 нанометров, так называемая на робоэнтерапия. Но и обычный загар в том числе. Однако людям, которые имеют большое количество родинок либо других новообразований, не стоит загорать активно. Почему? Потому что при псориазе используется он как цитостатические его свойства, загара ультрафиолетового. Потому как только по назначению врача и стоит использовать, наверное, все-таки специализированную технику для этого, а не загорать под солнцем. Ну а вот сам ультрафиолет, он влияет непосредственно на кожу, либо же на те родинки, которые имеют способность к этому развитию? Ультрафиолет влияет, в принципе, на любой открытый участок тела. Он вызывает фотохимическую реакцию в виде образования загара, то, что мы видим в виде коричневых братьев, либо просто сначала первичные эритемы, но это больше не ультрафиолет, а это УВА, это А спектр, не Б, в виде красноты. И потом формируется загар, то есть это просто пигментирование кожи, так называемое, то, что у людей смуглых есть в норме, обычно это было изначально, ну не для Европы характерно, все это в дальнейшем произошло, это смешение, там переселение народа, смешение крови и т.д. и т.п. И на родинку влияет иммуностатически, то, о чем я говорил, снижает иммунитет местный, в том числе противоопухолевое образование начинает расти. Но мне хочется сделать шажочек назад сейчас и поговорить о родинках. Если травмировать родинку, она со временем действительно может перейти в рак кожи? Отчасти да, не каждая родинка способна на это, обычно для этого есть предрасположенность, но здесь плохо как раз не обычная травма хроническая, когда трется край белья, так называемая, в так называемых зонах текстильного риска, там где есть оборки, резинки. Да, что в таком случае нужно сделать? Удалять родинку? Стоит обратиться к врачу и, скорее всего, будет принято решение о удалении с последующим гистологическим исследованием. Ну, вообще, какая крайняя стадия, что может произойти, вот если этого, допустим, не сделать? Если не удалить, ну, в зависимости от того, какая это была родинка, родинки действительно разные, есть, которые не способны они к перерождению. Однако пациент самостоятельно это определить не сможет. Может переродиться в меланому и с течением времени, скорее всего, это приведет, к сожалению, к плачевным последствиям. Я знаю, что могут пойти метастазы, да? Да, может быть. Ну, такое и давайте... Ну, меланома, по сути, на самом деле, честно сказать, меланома не является раком. Это злокачественная опухоль из специализированных клеток. Существует также еще базально-клеточный рак, так называемая базалиома, и плоскоклеточный рак. Меланома наиболее агрессивная опухоль из опухолей кожи, но, в принципе, она входит, наверное, в десятку самых агрессивных злокачественных опухолей, в принципе. И при появлении ее она начинает активно расти сначала горизонтальная, так называемая, фаза радиального роста, когда она растет по поверхности кожи. То начинается фаза вертикального роста, когда она прорастает в слои кожи, где есть кровеносные и лимфатические сосуды, и начинается метастазирование или рассеивание по организму. Сначала в близлежащие, так называемые, сторожевые лимфоузлы, а в дальнейшем может быть рассеивание в отдаленные лимфоузлы и внутренние органы. Ну а как часто вообще к вам приходят пациенты со стадии меланомы, что уже есть метастаза? К сожалению, довольно-таки часто такое происходит, однако за последние 10 лет тенденция сильно меняется с изобретением дерматоскопии, с изменением отношения к данной опухоли и, в принципе, большей образованности людей. То есть смысл, поймите, смысл онкологов не напугать, смысл онкологов объяснить так, чтобы человек знал, когда вовремя прийти. Онкология – это не опасно и не страшно, не надо бояться идти в онкологию, надо прийти вовремя. И тогда шансов на то, что все будет хорошо, их гораздо-гораздо больше. Как понять это вовремя? Это то, о чем мы с вами говорили, стоит их осматривать, и если что-то не нравится, есть еще более простой способ, так называемый ugly duck sign, симптом гадкого утенка, который хотя бы может человека сподвигнуть к тому, чтобы обратиться к врачу. И не обязательно, что он будет прав, и банально сиборейная кератома доброкачественного опухоли окажется меланомой. Но он говорит о том, что среди большого количества новообразований у одного человека, самое некрасивое, скорее всего, является плохим, то есть меланомой. А вообще, сколько может прожить человек с метастазами при меланоме? Я думаю, это некорректный вопрос, на самом деле по-разному случается. Ну, если это запущенная форма, так называемая четвертая стадия, если по ТНМ, то это Т4, Н4МХ, то обычно речь идет о месяцах. Ну, а по поводу удаления родинок, это решает только врач, либо может прийти человек самостоятельно и сказать, вот я хочу удалить эту, эту, эту и вот эту родинку. Ну, смотрите, если родинка не злокачественная, то я даже своим личным пациентам всегда говорю о том, что я не могу вас заставить что-либо удалить. Я могу вам, ну, консультация врача всегда носит рекомендательный характер. Он может порекомендовать убрать или не убирать. Но если речь идет о злокачественных, либо предраковых состояниях, то, как бы, ну, дело пациента, но ему всегда будет ориентировать на удаление однозначно. И если это будет произведено правильно, если это будет произведено с последующей гистологией, то, скорее всего, никаких последствий, там, 99,9, что ничего не будет, все будет хорошо. Ну, а можно ли удалять родинки во время беременности? Вообще, в принципе, нет. Почему? Потому что беременное состояние свойственно и так к иммуносупрессии. И при беременности за счет изменения гормонального фона начинается рост новообразований. Но здесь больше с другим будет связано. Невозможно будет произвести местную анестезию или общую анестезию, потому что это будет воздействие на плод. А если говорить в общем, имеется ли какая-то статистика, какие же кожные заболевания наиболее распространены в ДНР? Думаю, она ничем не отличается от всех стран постсоветского пространства. И примерно, ну, скорее всего, наверное, псориаз, различные бактериальные инфекции, грибковые поражения, экзема у молодежи, это угревая болезнь, ну и различные спецсостояния. Ну и новообразование. Сейчас этому вопросу уделяется гораздо больше внимания, нежели 10-15 лет назад. И это здорово. Ну а еще, если опять же повторюсь говорить, в общем, есть ли особенные участки на теле, которые вот рак кожи, скажем так, любит? Да, это обычно открытые участки тела, это лицо, это предплечье, летом голени, то, что люди выставляют солнышко. Насколько быстро развивается рак кожи и развивается меланома? Вот вы правильно сказали, потому что рак кожи, обычно, если это плоскоклеточный либо базальом, он может существовать годами, десятилетиями. Базальома вообще, в принципе, не склонна к метастазированию, например, то есть анараком является только чисто гистологически по своей структуре, по своему строению. Меланома быстро. Но вообще этот процесс индивидуальный или же он, в принципе, прогнозируемый для всех? Для меланомы обычно прогнозируемый процесс. Чем раньше она будет удалена, тем лучше. Ну и как бы современная тенденция идет к тому, чтобы удалять на уровне минимальной инвазии, когда это еще диспластический невос, то есть плохая родинка, переходящая в меланому. То есть до размера 0,3-0,2 см. Это совсем крохотное образование. А имеются ли факторы какие-нибудь, которые могут способствовать, либо же еще и ускорять развитие опухоли кожи? Ну это различные медицинские препараты, которые снижают иммунитет, в том числе и цитостатики, в том числе и иммунобиологическая. Наиболее современная терапия для лечения того же, кстати, и псориаза и опухолей других локализаций. Это уже неоднократно нами с вами упомянутый ультрафиолетовый свет. Это ионизирующее излучение. Это различные кислоты, щелочи. То есть в рамках республики очень много провоцирующих факторов. Это и производство, и работа в полях у фермеров, и просто отдых на солнце. То есть этого не стоит бояться, но стоит носить закрытую одежду и пользоваться фотозащитой. Это в разы снижает возможность образования таких образований у вас. Но какие предраковые состояния рака кожи? Можете ли их назвать? Ну, для плоскоклеточного рака характерен актинический кератоз. Очень часто бывает у пожилых людей серо-красные такие, как грязная кожа. Пятнышки на лице, на носу чаще всего это бывает, височные области, кисти. Меланомы – это обычно диспластические невусы. Они могут быть похожи на кляксы, они могут быть такого черно-коричневого цвета, неоднородно окрашенные, обычно небольших размеров. Редко на самом деле меланома развивается из крупных, висячих образований, на которые обычно люди обращают внимание. Зачастую, приходя на осмотр, люди показывают совсем не то, что меня как врача интересует. То есть бывают такие родинки, на которые мы вообще не обращаем внимания, они как раз и являются злокачественными? В том-то дело всё и есть. Почему и нужна помощь терапевтов и драматологов? Это специальности, которые по всем протоколам обязаны полностью осматривать кожные покровы. О методах диагностирования давайте сейчас поговорим. Какие они имеются и как вообще проводится диагностика? Первичный осмотр обычных глазами, по которому, в принципе, доктор пользуется теми же шкалами, что и пациенты. То, о чём я говорил, о БЦД, Фигаро, Аккорд их миллион. И как бы, ну, примерно всё сводится к одному и тому же. Потом производится метод эпилюминесцентной микроскопии или дерматоскопии. Не больно, не страшно, диагноз сразу же ставится на месте. Существуют определённые признаки, которые при увеличении в кросс-паллизованном свете позволяют с высокой степенью вероятности до 90% отличать одно новообразование от другого. Ну, для этого, к сожалению, нужен большой опыт. Обязательно ли меланома возникает именно на месте родинки? Нет, далеко не всегда бывает первичная опухоль меланомы. На самом деле это гораздо чаще. Но золотым стандартом диагностики меланомы и, в принципе, наверное, всех опухолей кожи является гистология. В наших условиях, как в Российской Федерации, так и в Донецкой Народной Республике, запрещена инцизионная биопсия, то есть частичная, полноценно удаляется под общей анестезией опухоль и следует потом устанавливается диагноз окончательный уже со стадировкой. От стадировки назначается, либо не назначается дальнейшая терапия, дальнейшее лечение. Нужно ли бояться всех новых родинок? Этому бояться вообще не стоит. Стоит просто на это обращать внимание. И, скорее всего, если за полгода появилось больше 5-7 родинок, то это просто повод обратиться к врачу и получить ответ на волнующий вопрос. Такая терапинка, она может переродиться в меланому? Нет, не каждая. Далеко не каждая. Есть ли данные, сколько случаев вообще меланомы в год регистрируется в нашем регионе? Насколько помню, в прошлом году это было около 115 случаев. Это много? Это очень много. В Российской Федерации, насколько помню, порядка 7-7 тысяч. Ну, количество населения, процент совсем другой. Ну, давайте тогда в итоге, уже завершая нашу программу, всё-таки вернёмся и повторим, что же нужно знать человеку, чтобы не допустить развития рака кожи. Стоит активно защищаться, использовать закрытую одежду. Особенно стоит это помнить людям из группы риска со светлой кожей, светлыми глазами, так называемый тельт, либо первый фототип. Стоит пользоваться средствами фотозащиты. Ни в коем случае деток до 5 лет не выпускает на открытое активное солнце, не допускает того, чтобы они сгорали, потому что меланома зачастую является следствием детских солнечных ожогов. И стоит не бояться, а просто идти к врачу, если вам что-то непонятно и какую-то родинку вы или травмировали, или у вас появилось большое количество за короткий промежуток времени. Это были всегда такие правила? То есть, или же всё-таки они меняются из года в год, за счёт того, что солнце становится сильнее? Ну, во-первых, озоновый слой во всём мире действительно истончается. Например, в Австралии это вообще национальная проблема, и со всего мира просто, грубо сказать, скупаются учёные, которые занимаются именно этой проблемой. Почему? Потому что белокожие англичане попали в среду, где постоянное яркое солнце, они сгорают моментально, и базальный клеточный рак, и меланома – это национальная проблема. В принципе, я думаю, с солнцем это связано меньше, скорее всего, просто это связано с развитием науки и с большей образованностью людей, врачей в частности. Ну что же, так как наша программа уже подходит к своему завершению, я напомню, что партнёр самой здоровой программы – Центр лабораторной медицины Биолайн. Биолайн – лидер на лабораторном рынке Донбасса. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Логанов Пётр, врач-дерматолог-онколог. Спасибо большое, что посетили нашу студию, что рассказали столько всего интересного и, конечно же, важного. Надеюсь, что абсолютно каждый наш слушатель прислушается сегодня к вашим словам. Спасибо. До свидания. Кхе-кхе-кхе. Что-то мне не здоровится. Не знаю, что и делать. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Доктор назначил столько анализов. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Конечно, Центр лабораторной медицины Биолайн. Биолайн осуществляет более 700 видов исследований и выполняет анализы любых биологических материалов. Ума не приложу. И когда все это делать? Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 50 пунктов лабораторий по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. 071-306-59-60.